Да, это разные вещи. Во-первых, потому что гладиаторские бои изначально были как жертвоприношения на мероприятиях, посвященных праздникам римским. Второе, это классическое оружие разное. То есть, если мы возьмем стандартный легионерский клинок, он будет длиннее. Гладиаторские клинки короткие специально для того, чтобы бойцы входили в клинч. Чтобы они не махали ими друг перед другом на расстоянии, а чтобы они максимально быстро могли друг друга убить. Ну, как бы по факту. Чтобы переходили в борьбу. Гладиаторские маленькие какие-то. Да, то есть вот между нами с вами будет расстояние. Вот оно. Да, то есть это расстояние удара. Просто вы понимаете, что человек настолько большой, что вы просто сам факт нахождение рядом с ним и у него вдруг от ножек, мне уже страшно. Какие были типы гладиаторов? Ну так, в двух словах. Кто, с кем сражался? Смотрите, типы гладиаторов это у нас мурмелон, секутер. Да, это вот это. Вот это секутер, это у нас провокатор и вот там вот у нас лежит шлем Спартака. Это фракиец. Вот. И еще ретярий. Ретярий был с сетью и из защитных элементов. Ретярий был вот такой вот наплечник. Он одевался с помощью ремней крепежных на плечо и соответственно сеть. Ну, А можно мне сейчас на себе померить вот образ какого-то гладиатора? Кого проще? Проще всего вот ретярий. Давайте. Левое плечо. И все так просто. А ну попробуйте перекинуть через себя. Оп. Нет, не сюда. Вообще туда залезть? Нет, нет, нет. Другую руку, вот эту руку. Ага. Да, вот так. То бишь вот у вас наплечник. Так. Так, дальше мы вам даем вилы. Трезубец, да. Оп. Так. Пожалуйста. И сетка. И все? И все. А где мой шлем? Нету. А какой-нибудь еще? Ну и то есть и голый торс? И еще вот такой вот пояс, но он будет на вас велик. Ага. То есть пояса одевались у нас, получается, все фильмы показывают, что вот так вот. Ну так по-дембельски можно сказать. На самом деле пояса одевались у нас на солнечное сплетение. Они начищались до такой степени, что не блестели на солнце. Это было очень красиво. О. У них был всяческий орнамент различный. Против вот такого гладиатора выходил гладиатор вот с таким шлемом. Это секутер. И вот с таким вот щитом, который стоит в самом начале с рыбами. Какие у меня шансы? У вас очень много шансов, потому что у секутера обзор так вот эти две дырки. Если вы сейчас перед собой сделаете вот так и представите, что дальше ничего нету, это вот все, что вы видите. То есть мое оружие это мобильность и мое оружие это вот. Абсолютно верно. Сеть. Если вы с первого броска попадаете в секутера и он как бы запутывается. Это очень сложно, кстати, себе скинуть сеть. Успеваете к нему подбежать и заколоть его вилами, то вы выиграли. А если вы промазали, то, соответственно, дальше вы пытаетесь расковырять вот этот вот щит вот этим трезубцем. То есть всяческие разные маневры типа ударов в голову, в шлем, да, то есть отвлекающие. Рука работает как шарнир, да, то есть там вниз, ногу. У него из оружия вот шлем, вот такой ножик, вот такая вот кольчужная маника на правую руку, вот тот вот щит и вот такой вот фоножек. Абсолютно верно, да. Но у него он при этом не настолько мобилен, как ретиарий. Соответственно, у ретиария больше зоны поражения, но при этом за счет своей мобильности у него есть доступ за спину к гладиатору оппонентов и, соответственно, трезубцем вот этими местами можно оттягивать щиты, как бы, то есть пробивать в глазницы, бить в ноги незащищенные места, то есть там очень много... Так, это вот кто? Это у нас Мурмелон. Напоминает все это дело компьютерную игру? У тебя где-то есть преимущества, где-то есть недостатки? Да, абсолютно верно. Это же, ну и по сути, это про образ игры, я так понимаю. Нет, это игра про образ гладиаторских поединков. По факту. То есть все игры, современные компьютеры, они будут вылезать отсюда? Да. Есть персонаж, он обладает определенными навыками? Навыками, да, да, да. А кто еще с кем? Вот он с кем? Мурмелон в основном сражался с гапломахом и с тем же секутором. Гапломах у нас, к сожалению, сегодня не представлен. Гапломах – это подобие греческого гаплита, у него круглый щит и длинное копье. Как это можно? Это можно на себя попробовать, но это будет сложно. Давайте мы попробуем на другом шрему. Давайте. Так, оп. Здесь еще должен быть вылочный подшлемник, но он, к сожалению, у нас отсутствует. Так, как открывается. А вот еще, опа, все делаю. Какая-то непростая история. Конечно. Если вам прилетит в голову. Оп, одеваем. А теперь держим, чтобы я вас не ударил. Поворачивайтесь на меня. Так. Сейчас буду вот это все застегивать. А гладиатору кто-то помогал готовить, да? Конечно. Они не сами одевались, потому что сами вы на себя это не напялите. Были другие гладиаторы, которые специально обученные люди тоже были. Ощущение, что меня в консерву закатывают сейчас. Вот. Вот примерно такие. Ну и вот такой вот у вас клинок. А, и все? И щит. Ага. Ну, неплохо. Ну, уже неплохо. Ну, смотрите, вот выйдите сюда. Возьмите щит в левую руку. Вот ваша защищенность. Щит совсем тяжелый, я хочу сказать. Ну, зато надежный. Все, я готовый гладиатор, только над рубашкой все. Да. И одеть специальные обученные трусы. Возьмите щит. Возьмите щит. Субтитры сделал DimaTorzok